Блин, Валер, смотри, чё я нашла. Чё там? Блин, вообще круто. Мужской стиль, мужская мода, мужская одежда, мужская обувь, ателье, пошив одежды, обуви, автомобили, путешествия. Блин, и всё это стильное модное на канале Григория Пронина. Валер, прикинь? Бля. Заткнись, Валера, не блякай. Мои котятки, если среди вас есть стильные, модные пацаны, то я вам рекомендую канал Гриша и Пронина. Гриша Пронин, друг тёти Светы. Тётя Света любит Гришу Пронина. И я вам рекомендую зайти на его каналчик, мужской стиль, хуё-моё. Вот ссылочка в описании к этому видосику, который вы сейчас смотрите. Да-да-да, ну а чего Гриша заплатил, будьте любезны отрекламировать Гришу. Гриша, с тебя магарыть. Так смешно меня аж, блядь, трясёт. Тут на днях мне позвонил отец Жанны Фриске, Володя. Говорит, здравствуй, газета, Света, Света, газета. Володя, хватит меня оскорбля, чё ты хотел? Отец Жанны Фриске, Володя, рассказал, что Дима Шепелев после смерти жены, то бишь Жанны, смог наладить свою личную жизнь. Спрашивается, Володя, тебе нахуй какое дело до этого, да? Теперь с ним живёт Ксения Степанова. Это личный косметолог и подруга, погибшая от рака певицы Жанны Фриске. Я быстро перезвонила Володе и говорю, Володя, здравствуй. Напомню, Володя, это отец Жанны Фриске, да. Вот, я говорю, Володя, здравствуйте, это опять Света, газета. Что там произошло? Прокомментируйте, что вы мне там говорили. Я просто с утра, у меня голова болела, я вас не поняла ничего. Володя открыл рот. Раньше Ксюша просто приходила в гости к Платону. Позже я узнал, что они с Димкой настолько, блядь, сблизились с этой Ксюшей, что вместе с внуком летали в Грецию. А теперь Степанова и вовсе к нему переехала, прикиньте. Я, блядь, подозреваю, что они, нахуй, подружились и чпокаются. Придурок. А подружились ещё, когда Жанна болела. Иначе кто же вытаскивал у дочки документы, на которых впоследствии появлялись поддельные подписи. По словам отца Жанны Фриске, ведущий даже уволил няню, потому что за ребёнком теперь присматривает его новая спутница, Ксюша. Мужчина заметил, что его отношения с внуком с тех пор сильно изменились. Последнее свидание с Платоном настолько меня шокировало, что даже и не знаю, чё, блядь, сказать. Внук тогда у меня спросил, Дед, а где деньги на дом? Ха-ха-ха, тут я нахуй и сел. По-любому его настраивают против меня. Думаю, что нам уже ничего не поможет. Ну и хуй с ним. Попытки выйти на связь Ксюше Степановой результатов не приносят. Я звоню ей постоянно, но она ни разу не взяла, сучка, трубку. С ней пыталась выйти на связь и Ольга Орлова, но тоже безуспешно. Получается, что Ксюша заменила Платону и родную, и крёстную мать. Ладно, пусть так. Но, блядь, зачем ограничивать общение и игнорировать нахуй родных? Нахуй, чё за хуй... Володя, успокойся! После этого из собранных денег разгорелся настоящий скандал. Родственники Жанны Фриски не смогли доказать, что 21 миллион рублей, которые они взяли у Русфонда на лечение звезды, были использованы по назначению. Теперь родители Фриски и отец её ребёнка Дима Шепелев обязаны вернуть фонду эту сумму. На счета родителей Жанны Фриски был наложен судебный арест. Вот такая вот ботва, пацаны. Я, конечно же, по традиции хочу, чтобы вы мне все поставили лайки. Дизлайки люблю, да. Валера мне подсказывает, что Света, держи нахуй интригу. Анекдот про кулисты я расскажу в следующем выпуске. Вот, мои котятки, сейчас я жду от вас комментарии. Многие из ваших комментариев попадут в этот выпуск. А также попадут в следующий выпуск. Последующий, по-последующий, по-по-последующий, по-по-по-по-последующий. Шутница я, да, вообще нереально. Опа, сейчас я, знаете, увидел одного парня стильного, который сидит такой, смотрит мой ролик. Слышь, пацан, я тебе хочу его посоветовать, Гришу Пронина. Гриша Пронин, у него свой канал. Все стильное, модное, крутой, всякие обзорчики, там, вот, зимняя обувь, там, сумки, ботинки. А, ссылочка, да, на Гришу Пронина в описании к этому видосу. Да, реклама, чего-чего, дизлайки ставим, чего, если не устраивает что-то. Также, ребятушки, у нас есть паблик ВКонтакте, в котором у нас различные фоточки наши с Валерой, наша жизнь там выкладывается. Ну, так Валера говорит, я там, нахуй, ни разу не была, потому что я дуртупая. Оттуда комментарии в ролики вставляет Валера. Валера молодец, потому что у него большой конец. А я же поэтесса, у меня бабушка была поэтесса, Аня Ахматова, нахуй, да. Ребят, все, я пошла, Валера, Валера. Валера, Валера, я пить хочу. Давай, давай. Ты не попал в парад моих мыслей, Не присылай больше мне свои письма. Ты не попал, или это твой выстрел, Был не тому. А, блядь.